Здарова, народ, покашеварим! Сегодня мы покашеварим, сегодня готовим вкусняшку, как обычно. Один из самых вкусных фастфудов, которые есть на этой планете, это крошка-картошка. И аналоги, их там несколько есть вариантов. Ну, согласитесь, что крошку-картошки, картошку любят практически все, в том числе и я. Крошку-картошку сделать дома несложно, на самом деле. Ну, единственное, что запарочно вот с этими всякими духовками заморачиваться, потому что и времени занимает очень много. Тем не менее, если вы не хотите делать это в духовке или у вас нет столько времени, то я вам покажу, как сделать это без духового шкафа. Что касается начинок, в крошку-картошку, то тут дело вариативное. Что любите, то и добавляйте. Я буду сегодня делать две свои любимые начинки. Это брынза с укропом и жульен. Итак, ребятушки, начнем мы с картошки. Видите, да? Картошку мы будем делать в мундире, поэтому первое, что надо сделать, это ее хорошенько помыть. У меня есть специальная щетка, ну не специальная, а просто щетка, которой я могу позволить себе хорошо промыть картофан. Картошечка чистая, и теперь ее надо приготовить. Микроволновки есть практически у каждого. Друзья мои, микроволновка обязательно нужна на кухне, и вот с помощью нее сделать картошку можно довольно быстро и эффективно. У меня вот такая вот печь нового поколения, называется Kassa MG 20 Cube, керамик. Немецкая марка, поэтому качество и дизайн, естественно, на высоте. Скрасит абсолютно любой дизайн абсолютно любой кухни. Сейчас вообще непростые времена, и многие бренды покинули наш рынок, но фирма Kassa осталась с нами, с чем я нас всех и поздравляю. Обратите внимание, эта печь без поворотной тарелки очень удобна и практична. В ней керамическая панель, благодаря этому печь очень легко моется. Туда удобно размещать продукты, ну а для всех любителей жареной корочки, ребята, тут есть гриль. Вы также можете использовать удобные прямоугольные формы для того, чтобы в этой печке что-то готовить или разогревать. В печи Kassa MG 20 Cube, керамик, 13 автоматических программ. Ссылочку на эту замечательную микроволновую печь Kassa я оставлю в описании, кому надо, кто хочет красивый, классный, стильный и очень практичный, современный агрегат себе. Ребята, обращайте внимание, ссылки в описании. Ну а мы готовим картошку. Итак, друзья, картошка. Чтобы у нас шкура не полопалась, не симпатично, я немножко ее заблаговременно наколю в нескольких местах. Просто если этого не сделать, то шкура может полопаться, вот так вот некрасиво разойтись. В принципе, эту картошку можно сделать без всяких заморочек, просто сложить в какую-то миску, отправить в микроволновку, попереворачивать ее несколько раз. Она тоже приготовится, но лучше, если у вас есть пергамент, воспользоваться им. Делаем кулечек. Вот так, ниточкой подвяжу. А еще можно в этот кулечек вот так вот немножко, хоп, водички, просто ложечку-другую, тоже лишним не будет. И я сделаю в пергаменте пару дырок. Скорее всего, он не идеально, конечно, здесь запечатан, он даже видно, насколько. Тем не менее, если вдруг я хорошо запечатал, чтобы воздух лишний, пар оттуда выходил. Я складываю это в какую-то форму, вот у меня есть вот такая вот квадратненькая форма, и отправляю в микроволновку. Убираю один этаж. И прямо вот так вот на керамическую поверхность. В любой микроволновке выбирайте максимальный режим, который у вас есть. Там 750, 800 ватт, 900, ну сколько есть, вот столько и ставьте. Время зависит, приготовление, естественно, и от размера картошки, и от мощности вашей печки, и от количества этих картошек внутри. Вот в нашем случае три здоровые картошки будут готовиться минут 10-15. Ну, я уже по ситуации там посмотрю. В итоге мы приготовим, я вам скажу, сколько они готовили. Вы просто посмотрите на эту ручку управления. Вправо, влево, вот так вот, что хотите, то и делайте. Просто эргономика пушечка. Так, нет, давайте, давайте начнем с 12 минут. Стартуем. Пускай готовится. Пока картошка наша готовится, мы можем приготовить начинку. Я начну с начинки жульен, потому что вторая начинка с брынзой, хоть и моя любимая, но максимально простая. Там практически ничего не надо делать. А вот с жульеном немножко поработать нужно. Я делаю жульен без курицы, просто грибной. Я нарезаю грибочки слайсиками. Нам еще нужен лучок. Я возьму пол луковицы, у меня не очень много грибов, всего 200 граммов. Растительного масляшка. И отправляем сначала лучок немного обжарим, потом добавим грибы. Так, все, немножко лучок начал золотиться, поджариваться. Теперь я добавляю грибы. Вообще шампики можно и сырыми есть, то есть обжаривайте грибы, как вам в кайф. То есть вот вам когда нравится уже там их цвет, внешний вид, как бы хватит жарить. Ну так минут 5 хотя бы пожарьте, иногда помешивая. Да, грибочки маленько у нас поджарились. Теперь вот так вот столовую ложку муки. Вместе с мукой немного поджарим, чтобы она сырой у нас не была типа. И заливаем сливочки. У меня 20% и теперь вместе чуть-чуть повыпариваем. За минутку-полторы у нас все это загустеет и получится славный жульенок. Естественно, не забываем посолить. Перчик по желанию. И грибам отлично тимьянчик подходит. И можно факультативно туда еще сыра добавить. Это сыр всегда делает все вкуснее. И в принципе все, одна начинка у нас готова. Картошка у нас тоже доготовилась. Теперь вторая начинка, это вообще моя любимая. Обожаю ее. Это брынза, ребят, рассольная брынза. Типа, ну как сербская, она продается под разными видами. И самое главное в этой штуке, это растительное масло. Немного, чтобы добавить жирности. Я добавляю оливковое, но можно просто подсолнечное. И укроп. В настоящей крошке картошки они используют обычный сушеный укроп. Ну вот в пакетиках такой, как можно купить в любом магазине. Я добавляю свежий. Хотя реально с сушеным укропом получается вообще не хуже. Даже может быть лучше. Я укроп делаю прям вот, ну, как могу, так и мельчу. Мелко-мелко. И теперь хорошенько, хорошенько все это замешиваем. Получается та самая брынза из крошка картошка. О-па-па. Я убираю нитку. И тут у нас запеченная картошечка. Так. Ребята, картошечка, посмотрите, как пропеклась. Все четенько. Здесь уже мы по желанию, но обязательно условие для крошки картошки – это сливочное масло. Закидываем. Можно еще сыра добавить в основу. Можно зелени. И все это теперь наша задача – перемешать. Здесь у нас картошечка поменьше. Ну, я не профессионал картошечник, но как получилось. В общем, вот такие у нас две основки получились. И, соответственно, все, ребята. Теперь мы выкладываем нашу начинку вкусную. Вот такой вот офигенный жульенчик. Вау! Причем делаем сколько хотим, потому что мы приготовили все сами. И можем этих топпингов 3-4, сколько хотим, добавляем. И брынзочка. И пошла наша брынза. Это вообще вот я… Начинка с брынзой, я ее обожаю. Вот это то, что надо для счастья, ребята. Все. И вот сейчас уже нам станет хорошо. И в этот самый момент я счастлив. Во-первых, потому что у меня одно из самых любимых моих блюд. А во-вторых, то, что я потратил на это не какие-то там полтора часа. Конечно, запеченная картошка в духовке – это классно. Ну, блин, ну реально много времени занимает. Вот. 15 минут, и крошка-картошка у нас готова. Поэтому пользуйтесь, ребята. Микроволновки есть, ну я надеюсь, у всех. Просто берите и делайте. Все, будет кайф. Давайте попробуем, что у нас получилось. Мягкая картошечка, грибы, сливочное масло. Обожаю всякую калорийную дрянь. Блин. Мы родились на одной планете. Слушай, очень вкусно. Очень вкусно. Я не спорю. Возможно, запеченная картошка имеет какой-то свой дополнительный печеный привкус, но, по-моему, разницы нет. Ну, реально. То есть, если она и есть, то очень неуловимая. В общем, ребзя, очень рекомендую. Я знаю, что многие сегодня же прямо забабахают эту штуку. Забабахаете, ребята. Приходите ко мне в Телеграм. И туда там будет пост, естественно, с анонсом этого выпуска. А может быть, там и рецепт будет. Хотя что-то особо даже запоминать нечего. Приходите ко мне в Телеграм. Вот здесь QR-код. Можете с экрана прямо снять и перейти к нам в Тележку. Там же, кто приготовит, ребята, оставляем в комментах фоточки. Вот. Потом сделаем подборочку и опубликуем ее прямо отдельно. Вот, что значит, мои зрители наготовили. Так что вот так вот. Спасибо. Я надеюсь, кому-то пригодится этот рецепт. Касса красавчики. Справились. Молодцы. Ссылочки, напоминаю, в описании. Готовьте. Готовьте вкуснятинку. И не тратьте на этом много времени. Все. Всем пока. Всех об этом. Блин, реально, 12 минут. Я забыл, кстати, сказать, сколько готовили. 12 минут. За 12 минут три картошки приготовили. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok